...исполнилось, да, с полдень, можем начать. Вебинар, Павел, будь... Друзья, добрый день. Я прошу прощения, подошел только пять минут назад. Рад, что вы здесь все собрались. Доверяю Дмитрию провести этот вебинар и управлять им сам. Управлять не буду, буду в чате наблюдать за тем, что происходит. Привет. Своё вводное слово делать не буду. Все необходимые ссылки поместил в чат, кто захочет ими воспользоваться. Ну, а сейчас предоставляю слово Дмитрию, пусть он сам представит всех приглашенных. Я их тоже приветствую в нашей студии, ну, точнее, в виртуальной студии. Всем привет. Ухожу, больше не мешаю до конца вебинара. Ведите... Да, спасибо, Павел. Павел, ты тоже мастер. Да. Павел, спасибо еще раз за приглашение. Вот и за такую возможность организовать площадку дискуссионную. Значит, ну, я прежде всего скажу, кто я такой. Да, меня зовут Дмитрий Кирьянов. Я дистанционным образованием занимаюсь, там, лет 20, да, с легкой руки здесь отсутствующего Джавада Давидовича Аветисяна, да, сказать, ровно 20 лет назад я стал делать курсы у него. И, в общем-то, делаю в основном разные вот онлайн-курсы, но мне приходится вести вебинары довольно много. Вот вы видите мое лицо и там, и сям. Вот. Ну, прежде всего, там, ну, какие-то там рекламные слова я скажу про себя. Да, у меня сейчас есть свой сервис онлайн-образования, не репетитору. Ну, это такая штука, которая довольно необычная, она делает динамические курсы, да, то есть курсы по запросу клиента, не те вот статичные муки, которые лежат там на курсерах там всяких, да, это я ради рекламы, да, саморекламы, чтобы с ней расквитаться. У кого-то эхо, я подозреваю, что, да, сейчас. Вот. Значит, вот у меня не репетитору и в рамках не репетитор, там вот есть, кстати говоря, кнопочка «Клуб» такая, сейчас я ее пытаюсь, вот она, ссылка «Клуб», да, и по этой ссылке «Клуб» я делаю вебинары периодически, мы там делаем и открытые, и закрытые вебинары. И всегда вот это вот приходится, проблему нашей сегодняшней вот этой встречи решать, какую платформу выбрать для того, чтобы было все хорошо и решать свои задачи, да. Еще я занимаюсь маткадом довольно много, то есть я инженер вот компании-ресейлеры маткады, математического софта, и там тоже приходится делать и вебинары, и пользователей поддерживать, и пресейлом заниматься. То есть вот так получилось, что у меня вебинарная вот эта активность, она во всех таких основных направлениях идет, то есть она и пресейл, и поддержка пользователей, и вебинары как средства обучения, ну вот самое разное. Значит, перед тем, как перейти дальше, значит, я хочу представить и коллег, которых вот я позвал, они любезно согласились, значит, вы их видите, они уже ждут, некоторые скрылись. Значит, Павел Слесарев, это разработчик вебинарной платформы DreamStudy, вообще у нас два разработчика и два пользователя будет. Один пользователь я, я вот сейчас скажу какие-то 10 минут про свой опыт, а потом мы, я надеюсь, поговорим вот в более непринужденной манере. Значит, DreamStudy я немножко пользовался, и, значит, ну, представляю, да, кто такой Павел, и надеюсь, что и дальше, кстати, буду пользоваться, потому что сейчас, ведь как происходит, что задачи меняются. Задачи, которые вот решаются вебинарной платформе, и поэтому то одну выбираешь, то другую, то несколько используешь, это, наверное, вам всем знакомо. Евгений Кауфман, это совершенно новый контакт, я первый раз Евгения увидел, да, мы познакомились, тоже разработчик платформы, я надеюсь, что он что-то про нее скажет, совсем ничего не знаю, то есть здесь. И Юрий Николаевич Белоножкин, наш гуру дистанционного образования, дистанционного обучения, который сегодня вот нас заинтриговал тем, что расскажет, во-первых, он провел конференцию, только что практически, насколько я понимаю, в одиночку, да, на основе стриминга и вебинаров. Вот, и он, в общем-то, главный наш гуру по дистанционному образованию, вебинарно-стриминговому. И автор, насколько я понимаю, вот этого термина стриминар, да, и то, и другое. Вот, значит, прежде всего, да, я здороваюсь с нашими участниками, и знаете, я что хотел бы вас попросить? Вот вы, если вы пользуетесь вебинарными платформами, если вы проводите вебинары или вы участвуете в вебинарах, вот может быть сейчас, да, пока вы меня с одной стороны слушаете и нашу дискуссию будете слушать, кто-то напишет в чат, может быть и участники вот напишут, вот чего-то вам не хватает, есть какие-то требования к вебинарной платформе, которых нету в той платформе, которой вы пользуетесь. Ну, вот сейчас мы, например, Мирополисом пользуемся, да, проводим вебинар в Мирополисе, и, собственно, его можем немножко обсудить и где-то и пропиарить. Я вам признаюсь, что я некоторое время работал в Мирополисе, да, вот где-то это лет пять назад было. И самое хорошее у меня впечатление осталось, да, вот об этой вебинарной платформе, хотя я сейчас вот им не пользуюсь. И почему? Потому что у меня есть определенные задачи, которые вот лучше решает другая платформа. И сейчас я, кстати говоря, решая там на других платформах задачи, у меня возникают новые требования, которые я там не вижу, которые я не знаю, как, значит, мне удовлетворить. Вот я бы очень был признателен, если бы в чат кинули пару строчек, чего вам не хватает в вебинарных платформах. А у меня будет слайд в конце, и я скажу, чего мне не хватает, там просто это я написал, готовясь. Вот, значит, дальше я небольшое время презентацию свою расскажу про свой опыт как бы выбора платформ для вебинаров. И я бы здесь вот начал с того, что, конечно, мы выбираем платформу, исходя из задач, да, и смотря на критерии в определенных направлениях. И я бы здесь выделил три группы критериев, которые вот вы видите на экране. Это технические, методические и бизнес-критерии, бизнес-задачи. Вот о чем я говорю. Технические, да, я должен извиниться, здесь у меня где-то дрелью сверлят, далеко соседно. Технические критерии. Ну, понятно, скорость, там вот это вот расположение окошек, возможность сделать шахматные окошки, дружественность интерфейса, насколько это легко, можно быстро делать, да, вот несмотря на то, что я Мирополисом очень много пользовался и даже отчасти писал тексты там при поддержке пользователя, вот сейчас я, вернувшись к нему, я не сразу это делаю. Это в любой платформе, на самом деле. Вот в той платформе, которую я сейчас в основном пользуюсь, Zoom, там она вообще как бы пользователям сложнее гораздо, да, с ней. То есть здесь интерфейс, технические возможности, вот все. Я это называю как бы техническими, технологическими задачами. Есть задачи, бизнес-задачи, да, которые понятны. Вокруг вебинара не каждого, потому что может быть вебинар просто типа поддержки пользователей, показать, куда мышкой ткнуть или там что-то написать, друг с другом поговорить, где достаточно скайпа или тому подобные, значит, программки. Помимо этого бывают еще бизнес-задачи. Какие задачи? Мы должны как-то маркетинговые задачи как-то решить, пригласить пользователей, насколько это удобно, управлять e-mail рассылками, чтобы приходило письмо там до, после, чтобы эти e-mail где-то оставались, чтобы можно было потом их использовать. Это один пласт задач. Второй пласт задач – это интеграция с разными платежными системами, насколько просто и насколько удобно мы можем и можем ли мы вообще при помощи той или иной вебинарной платформы организовать продажу. Продажу или вебинара, или, значит, там каких-то уроков или подписки или тому подобное. И еще группа вопросов, которые я выделил, и тоже вот почему я, кстати, в основном Павла Слесарева позвал, это методические вопросы. Они больше касаются онлайн-обучения, и здесь вот как бы это круг тем, которые позволяют методически правильно организовать обучение. Я не буду на этом сильно останавливаться, но примерно понятно, о чем я говорю. Обычно про это вот мало задумываются. И вот этот вот вебинарный интерфейс, вот такой вебинарный, который вы и сейчас видите, он где-то и оскомину набил, и что-то надо пробовать новое, чтобы связь учитель-ученик или учитель, там много учеников, она была бы оптимальной с точки зрения обучения, с точки зрения того, как мы организуем методические обучения. Ну, какие-то вот очевидные вещи мы скажем, я хочу сказать про доставку вебинара, здесь, конечно, тоже мы отталкиваемся от задач, где именно мы будем встречаться. Вот сейчас мы встречаемся в основном в вебе, в браузере или приложении, там кто-то использовать может, а могут быть в последнее время, да, особенно, это задачи трансляции вебинаров в соцсеть, и эти задачи, в общем-то, сейчас выходят на первый план, с тем, чтобы организовать вот эти вот онлайн-встречи в Фейсбуке, Ютубе, в Твиче. И вот меня, что заинтриговало с Евгением, да, с одним из приглашенных, Евгением Кауфманом, что его платформа как-то там вот с Твичем лучше дружит. Вот на мой взгляд, Твич это как бы вот такое будущее телевидение, как такое вот, которое оно пока еще неосознанное, но мне кажется, туда пойдет очень многое. И я бы сказал, что вот такое направление, о котором сейчас разработчики не задумываются вовсе, это доставка вебинара вообще без визуальной компоненты. Вот кажется, что это глупости никому не нужно, а я бы вот как раз в этом направлении советовал посмотреть, как мне организовывать вебинары, чтобы у меня в основном голос играл, чтобы я голосом общался со зрителями. И, кстати говоря, если мы сейчас говорим о вебинарах, вот типичный вебинар, на который я немного подсел, и который каждый день слушаю, это радио. Ведь радио, сегодняшнее радио, это фактически вебинар. Вот я вот слушаю каждый день до вебинара, я слушаю, говорит Москва, они что делают? Они транслируют звук по радио. Мы если едем там в машине, если гуляем, микрофон в ухо, и мы просто это слушаем. Но одновременно идет стрим. Мы можем включить, если у нас времени много, мы включаем стрим, как я включаю и смотрю. Надо представлять, что вебинар сейчас, понятие вебинара, оно очень сильно расширилось. И, собственно, вебинаром мы называем не только вот то, чем мы занимаемся сейчас, что мы сейчас делаем, встречаемся примерно в таком интерфейсе, но и целый мир вокруг, начиная от радио и заканчивая конференциями, вот одно из которых организовал Юрий Николаевич, которое организуется средствами, в общем-то, похожими, но не совсем такими, как мы сейчас организуем вот этот вебинар. Мы его попросим Юрия Николаевича об этом рассказать через пару минут. Значит, вот все-таки заявлена тема про принципы выбора вебинарной платформы, и здесь бы я с чего начал? Я бы совсем не хотел начинать с того, что как-то и даже вообще не хотел затрагивать этот вопрос о сравнении разных платформ, их там великое множество, ну там WebEx, Zoom, DreamStady. Здесь присутствующие ClickToMeeting, ну вот большое количество платформ, большие, маленькие, Мерополис, какие-то лучше, какие-то хуже, и здесь у каждого свой опыт. И в принципе, вот времена сейчас такие, что можно попробовать любую платформу бесплатно, это практически все дают. Если не дают, то это уже какие-то странные платформы. Попробовать одно, другое, третье, и выбрать то, что нужно. Вот практически, наверное, если бы я сегодняшнюю тему, я скорее всего этим бы исчерпал, если вы пришли за советом, какую платформу выбрать, здесь универсального совета дать нельзя. Здесь совет, вот из моего опыта один, попробовать несколько платформ и посмотреть, насколько они отвечают задачам, насколько они качественны. Значит, здесь, вот на экране слайд про стриминг, он представляет что? Он представляет новый подход к онлайн-конференциям, к вебинарам, которые сейчас уже большинство представляют, как он организован. Когда мы встречаемся, вот не в такой вебинарной платформе, у нас сейчас несколько десятков участников, слушают монолог или встречу, пишут в чат, вот такой вот типичный вебинар. Платформы вебинарные, они чем характеризуются? Вот у них какая есть ограничение, какая засада? Вот пока там человек 20, 30, 100, 200, вебинарные платформы, они работают хорошо и вопросов никакого нет. По большому счету, из моего опыта они все одинаковые. Если до 100 человек, вот так вот стоит вопрос встретиться. Если же стоит вопрос, что в конференции, в вебинаре может участвовать там не 100 человек, а там тысячи, скажем, человек, то этот вопрос, он уже технически становится довольно сложным. И организовать вебинар вот при помощи того же Мирополиса и тому подобных сервисов на сотни тысяч человек уже очень сложно. Это вот особенность, которая там и дорого. Организовать-то, может быть, можно, но дорого. Если мы покупаем что-то в магазине, то как бы оптом дешевле покупать. И здесь можно было того же ожидать, что вебинарная платформа, чем больше участников тебе нужно, тем как бы ты дешевле платишь за участников. А здесь получается не совсем так, когда вебинарная платформа, в общем-то, берет больше денег при увеличении числа участников. Просто в силу каких-то технических требований, технических моментов, о которых я не очень, может, догадываюсь, но не очень представляю. И поэтому становится вопрос, что делать в этом случае. И мы, вспоминая про радио, вспоминая про конференции, которые проводятся, видим вот такую схему, которую вы на экране тоже наблюдаете. То есть, если здесь вебинарный сервис, типовой, он замыкает зрителей и участников, ведущего и участников, в такую комнату, то здесь стриминг, о котором я сейчас хотел бы Юрий Николаевич спросить, я так понимаю, что он примерно вот по такой схеме проводил свою конференцию. Стриминг как устроен? Если я организатор, я у себя на компьютере каким-то образом связываюсь с участниками, ну, например, это скайп. Вот как я сейчас, как я себе представляю, я рассказываю, а может быть, все совсем не так. То есть, я, например, в скайпе связываюсь, вот я ведущий конференсье, связываюсь с участником конференции, со спикером, он у меня появляется на экране, и дальше я имею на своем компьютере специальный вещательный софт, вот я его вот здесь обозначил вот так, я микширую вот это вот видео, и в итоге его отдаю в стриминговый сервис, вот сюда вот дальше. А стриминговый сервис, это что такое? Это может быть YouTube, это может быть Twitch, это может быть Facebook. И зрители уже потом видят, как это все выглядит, вот уже в соцсети, скорее всего, да. Вот такая схема, и здесь я бы на самом деле уже попросил бы наших перехватить, у меня слово участников, начиная с Юрия Николаевича. Юрия Николаевича, вот поделитесь вот, вы так проводили конференцию? Да, ну, во-первых, я должен реферант, как это называется, хвалебные слова сказать о Юрии Николаевичу, который провел вот эту вот прекрасную конференцию про Федор. Надо сказать, что мы год назад проводили похожую конференцию, и там мы готовили ее 10 человек примерно, да. Ну, там, правда, большая часть была маркетинговые вопросы, но под конец мы техническими вопросами, там, организацией со спикерами тоже очень много занимались. Как это он один сумел сделать, я не очень себе представляю, у нас вот человек 10, там, распределенных по миру сделал конференцию, да, эту пику, а здесь один человек это как-то сделал, вот, собственно, и вопросов-то два, Юрий Николаевич, как это, или не один? Вот все, скажете? Да. Да, 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 спасибо. Ну, тогда, Дмитрий, я прошу включить полный экран, чтобы мы не были муравьями на этой панели. Сейчас буду включать. Вид конференции, вот. Отлично, спасибо. Во-первых, я очень тронут этим приглашением, и я рад, что мы стали наконец-то собираться вместе вживую, а не один говорящий спикер, а остальные там неизвестно, с кем занимаются. Я хочу сказать следующее. Ну, тут я заметил все вопросы, в том числе и твой, Дима, в отношении, вот, Павел Калиников, то, что я зафиксировал, базы данных клиентов. Это очень важный момент, когда мы выбираем какое-то решение, чтобы не просто провести, но и пригласить, потом как-то среагировать, выдать дипломы, грамоты и так далее, снова пригласить. Вот эти базы данных клиентов, это крайне важный вопрос при выборе такой платформы. Именно об этом я и говорю в своем онлайн-курсе, так и с названием «Эффективный вебинар», двоеточие, проектирование, продвижение, проведение. Мало его провести, надо еще его продвинуть в маркетинговом плане. Я приглашаю, кто интересуется, я расскажу более подробно о программе этого курса. Что касается конференции, я ее подготовил почти полностью сам. Что значит почти? Я обращался за помощью, давайте, помогайте, выступайте. Но фактически в начале откликнулся один Василий Иванович при составлении программы и так далее. Но что сделал я? Я взял ту основу методическую по работе со спикерами. Я впервые сделал редакционную работу с каждым спикером. Не просто выпустить кота в мешке, что он там будет говорить, о чем будет рассказывать. Нет, я заранее с каждым спикером отдельно пообщался. Вот приглашаю Вас выступить. Давайте встретимся. Это мое ноу-хау. Я никому еще не рассказывал, только Вам. Дальше я изложил те пункты, о которых рассказывал в своем вебинаре тоже на Директ Академии про эффективный вебинар. Как представиться? Объявить тему, изложить вопросы. Не про себя начинать рассказ, а с крючка. Зачем ты пришел? Какая боль? Вот Дима начал вебинар, а вот мой совет, Дима, надо начинать не с себя, а с боли. Что нас собрало? Тогда зритель начинает проникать с интересом. А что он там хочет дальше рассказать? И когда этот крючок раскрыт, по научным называется раскрытие актуальности выступления, у ученых называют. Да чем ты людей собираешь? А скажи. А то же это же вебинар. Это правильно. Все очень правильно, да, Вы говорите. Я провел с каждым вот такую работу. И кроме Купермана Илья Александровича из Израиля, он единственный пошел по своему пути, он заснялся на студии, говорил, что хотел. Это его право. Я никого не принуждал. Все остальные записали ролики заранее в онлайн, потому что мы знаем, я учел опыт. Как слышно? Ой, я не слышу. Как Вы меня слышите? Вот эта постоянная кутерьма снимается одним решением. Если это доклад, сделайте его вкусно, с хорошим звуком, с хорошим монтажом заранее. Никто не гонит сразу вот это вот все ухватить. Ведь вот если использовать скайп в прямом включении, ВБС или ВМИКС, его очень трудно выставить по размеру. На это уходит много сил, времени. В то же время докладчик может ходить в такой трансляции, отвечать на вопросы. Тем более посещаемость, как мы видим, люди хотят посетить, но они на работе, они не успевают. Большая часть участвует в конференции в отложенном времени. Не надо пытаться всех все бросить и загнать на свою конференцию синхронно. Поэтому вот этот асинхронный... То есть правильно я понимаю, да? Да, да, я слушаю. Юрий Николаевич, да, можно? Я вот прерву, да? У нас... Да. Да. Вот смотрите, значит, правильно я понимаю, что вы со спикерами разговаривали, записывали видео, преддоклады, да? А потом уже, как вот технически, то есть вы у себя запускали плеер, да, правильно я понимаю, на экране и дальше это транслировали. Я рассказываю только, Дмитрий, только вам мое ноу-хау. Я сажаю их в скайпе, регулирую... Заранее. Заранее. Свет, как сесть, не перекашиваться, вот так, не сяк, не облокачиваться, сидеть ровно, как на телевидении, чтобы не была одна сторона лица темная, другая яркая, чтобы свет там какой-то, ну, по мере возможности, прямо дома или на работе. Какой антураж, то ли там розетки, какие-то провода висят сзади, то ли книжный шкаф, или просто серая стена. Все это, все это мелочи влияет на восприятие. Куда смотреть? Смотреть только в объектив. Не на какую там, не на экран, не на Белоножкина, а только в душу зрителю. И вы видели, они действительно смотрятся по-телевизионному. Ни разу не сбились. Но там еще несколько секретов. Не знаю, есть ли время рассказать про них. Они все имеют значение. Давайте я отвечу на вопросы остальные. универсального совета для каждого конференции нету. Но, когда мы выбираем жену или мужа, мы выбираем единственный вариант. Или автомашину. Поэтому для каждого случая есть всегда свой идеальный вариант. Под свой бюджет. Вот, допустим, Павел будет говорить на свое решение. У него своя аудитория. И для него это решение идеально. Вот Евгения Широкова спрашивает про возможность видеть класс. глаза детей, участников. У него это есть. Там это видно. Они просто там в чате сидят и неизвестно с чем занимают. По-моему, до 30 человек это прилично. То есть, учитель видит их в глаза. Это крайне психологически важно. Следующий совет про идеальность. По скайпу я уже ответил. Что касается там в микс, ОБС. У меня есть и то, и другое. Но в итоге я взял ОБС. Потому что возьми все, не буду сейчас говорить. Вот в моем случае он оказался идеальным. Повторяю. Если надо, подробнее расскажу. Но я не хочу злоупотреблять временем, потому что здесь сидит мой друг Славяло Сергеевич Лесарев. Один из спикеров конференции. Я с него выводил секреты, его ноу-хау. Они не видны. Но между строк это и нейросети. Это учебники новых поколений. И проверка, кто это сдает, он или не он. Он не раскрывает до конца, но счастливый слушатель на Кеннаде Павле видит эти признаки идеальности, о которых спрашивают. И будут подроблять временем. Спасибо, что просили. Да. Я, значит, Юрий Николаевич, я вот суммирую, потому что мы рассказываем непрофессионалам это. Да? Вот я суммирую, и я тоже непрофессионал. Значит, вот я скажу, и потом, значит, мы перейдем к Павлу Евгению, да, вот, мостик. Значит, что Юрий Николаевич делал, да, еще раз я прожую это вот, мне кажется, важно. Значит, он заранее записывал в Скайпе или там в Скайпе, да? Ну, типа Скайпа. Я монтажировал, я потом каждое бегание вырезал. Этого не видно. то есть, заранее, это просто заранее. Заранее. Была встреча заранее. Он записывал видеоролик, по большому счету, там, монтировал его, доводил до уровня, а потом что делал? Я переписывал несколько раз, докторов, писаров переписывал по несколько раз, заставлял переодеваться, костюмчики одевать, и они меня слушали, это было невероятно. И дальше, что происходило сейчас, и что во время этой конференции, что происходило? Включался экран, правильно я понимаю? Вот ваш экран, потом есть специальный софт, да? Вы говорите, это как бы как профи, там, в Mix есть софт, есть OBS, в Mix это платная штука, да? Ну, или немножко платная, или сильно дорогая, OBS это бесплатная вещь. Сильно платная, это очень дорого. А OBS дешевая, вот OBS я сам, вернее она как, она бесплатная есть вовсе. Она что умеет делать? Она умеет хватать экран, причем она умеет, она может кусочек оттуда захватить, как вы скажете, кусочек отсюда, и вывести в эфир на YouTube, там, сделав в определенной установке, так, как вы смикшируете вот этот свой экран. Вот это то, что я показывал там на презентации, это схемка, вот ровно это вы и делали, только вы не вживую это в основном делали, вживую вы делали, когда был вот этот круглый стол. Правильно я понимаю? Круглый стол, это отдельная песня. Мы три часа проводили в прямом эфире, записи есть, в нашей группе профи дом, можно посмотреть, вот сейчас я еще дам протокол, мы собрали все, все наши выступления, круглые столы, пожалуйста, смотрите, все бесплатно, да? Вот там было действительно глаза в глаза, вот то, чем занимается Павел, вот революционер похожий на деду Иску Ленин. Действительно революционер. Вот значит, да, да, это значит та же самая история, то есть у вас есть экран, есть программа вот эта вот ОБС, да, которая умеет экран засылать в эфир, да, а на экране вы можете взять или плеер, просто, и тот доклад предзаписанный, его проиграть со своими там какими-то как бы совмещением с самим собой, вот вы на зеленом экране, да, сидите, вы там можете там сосны, небо и все остальное сделать. И это уже засылается туда, в эфир, и люди смотрят на Ютубе, на Фейсбуке, на Твиче вот эту микшированную картинку. То есть здесь доступно, фактически, я сам это пробовал, но здесь какие-то тут вот две засады я бы выделил. Первое, значит, что надо иметь в виду, что вот эта вот картинка, которая стремится туда, она идет с задержкой с некоторой, может минуту идти с задержкой, ну и обычно 10-20 секунд вот такая задержка. Это первое. Вторая, значит, вещь, которую вам там злые люди вас ставят в вину, что очень большие требования к железу. То есть должны быть, вот насколько я понимаю, правильно это, так или нет. Вот у меня, например, это не тянет. Если я начинаю на своем, ну, она неплохая у меня техника, но довольно дохлая для телевидения. И вести нормальную картинку, видео, передать в YouTube, у меня не получается, например. И здесь вот это вот... Свяжитесь со мной, я вас научу, потому что под вашу технику есть оптимальный стандарт. Не надо перегружать поток лишним. Вот тут Евгений Шут присутствует, Евгений Робертович, это эксперт в сервисе. Он говорит, даже микрофон блестящий, шевеляющийся экран сзади. Они все поедают поток. Надо грамотно подходить к своей задаче. Если грамотно выставить, сбоев быть не должно. тормозусь, крутится, лагает, звук пропадает, можно полностью включить. Вот мы с вами говорим, Юрий Николаевич, мы пользователи, вот мы друг над другом, мы пользователи вебинарных платформ. А у нас есть, сидят два разработчика, которым есть что сказать, наверное, вот сейчас, да, продолжить. Павел, Павел, Евгений, наверное, пару слов о том, кто вы такие, и что у вас за платформа, и вот чем она отличается. Здесь мы, значит, не делаем там, но это не возбраняется совсем. Вот у меня, например, нет никакой заинтересованности, я скорее бы Мирополис даже пиарил, потому что вот это та вещь, в которой я работал, просто там и хорошие отношения остались. Давайте, Павел, начнем, пару слов, а потом Евгений вот про себя, подхватывая вот нашу беседу. Технически, может быть, вот эти вот вопросы. Ну, что сказать, давайте так вкратце немножко расскажу. Мы делаем на самом деле инструменты для универсальной доставки контента от учителя по клиентам и составим наших решений не только вебинарные инструменты, есть, там много таких разных, есть инновационные, тех, которых нет и не в России, даже, может быть, 5 людей нет, у них каких-то инструментов. вебинарные действительно 11. Не слышно? Алло, алло, слышно? Сейчас? Я хорошо слышу, я себя выключаю. Ну, хорошо. Я извиняюсь. Значит, не знаю, слышали вы или нет, но на самом деле мы делаем не только вебинарный функционал, мы делаем инструмент для доставки контента от учителя к ученику, любого контента образовательного в среде онлайн. Да, действительно, одна из наших старейших и одна из наших таких тяжелых технологий, в которые мы вложили душу, кровь там и все, что у нас есть, это технология проведения онлайн-уроков или вебинаров, да? Одни из первых мы сделать начали ее на чистом веб-ртси без применения какого-либо флэша, нам очень долго укрутили его на виска, говорили, что мы скоро умрем и рынок к этому не готов, но тем не менее, глядя на сегодняшнюю ситуацию, когда все работают на этой технологии, уже можно говорить о том, что все сильно ошибались в то время, когда мы утверждали, да? Мы сейчас утверждаем совершенно иные вещи и ждем такого уже эффекта, что будут все крутить возле виска, но через какое-то время это появится у всех. Таков наш удел. Сегодня мы готовы предложить рынку образовательных услуг действительно онлайн-аудитории просторная с возможностью преподавателя уговорить со своими учениками, одно касательным нажатием подключать ученика, то есть поднимать из-за партии, по-другому это называю, да? Таким же нажатием сажать за парту и работать со всем классом методом живого общения, да? Для того, чтобы можно было видеть либо сразу всех, либо по очереди, либо поднимать из-за партии, по три, по пять человек, для того, чтобы они дискутировали между собой, и при этом, да, диалог слышен всем участникам, кто находится в онлайн-классе. Если этот чудо-эффект чередовать с разными интересными интерактивными инструментами, которые есть в составе каждой онлайн-аудитории, то бишь выстроить хорошо сценарий урока и всех уроков, поработать хорошо с методологией преподавания в онлайн, то можно сделать блестящий продукт и настоящий бестселлер в плане образования и заверевать любовь своей публике. Что касается технических возможностей, скажу вам, как разработчик, что 80% неприятностей и проблем происходит не по вине вебинарной платформы по вине текущего интернета, по вине железа, на котором работает учитель или клиент. Это и антивирусы, это и расширение, которое мы устанавливаем, просто не придавая никакого значения, оно послужит каким-то образом вам вред или не послужит. Однако любые маломальские какие-то плагины расширения, установленные самопроизвольно в браузер, могут значительно мешать проведению любого стриминга, любой трансляции, антивирус банальный может мешать. Как человек, который проработал в Телекоме больше 7 лет, я был раньше региональным директором большого глобального мирового стартапа на базе компании Транс Телеком, поднимал беспроводной интернет в России, могу сказать, что для идеального вещания видео и аудио достаточно стандартного 2-мегабитного канала, но чтобы этот канал был действительно 2-мегабитным чистым. Что может ограничивать этот канал? Этот канал может ограничивать банальный интернет-роутер, который висит у вас у каждого в квартире. В этих волшебных коробочках есть очень много тайн, они живут своей жизнью и могут совершенно в самые непредсказуемые места во времени прерывать связь, разрывать соединение полностью, что может быть критично для стриминговых платформ, которые именно закидывают на всех пользователей поток видео и аудио в совокупности, которые получают уже все остальные пользователи. от того, как учитель хорошо технически подготовится и зависит на самом деле преимущество всего урока, который он проводит. И это очень важно. Я всегда говорю всем нашим учителям, у нас хороший диалог со всеми, что тщательно готовьтесь. Готовьте свое рабочее место. В конце готовки вы готовитесь в школе, в институте, в колледже. Вы готовите свое рабочее место, готовите все необходимые материалы. Дети протирают парту, грубо говоря, или полы. Готовьте то же самое здесь, только компьютер. Как минимум надо хотя бы один раз в день перезагружать или выключать вообще. Некоторые просто закрывают крышку и открывают на следующий день. Это я тебе скажу, Павел, я прерву. Вот это ты говоришь, что готовьтесь. На самом деле готовиться к вебинару по сравнению спарту протирать очно из моего опыта это гораздо сложнее, потому что там действительно роутеры. Вот у меня два роутера сейчас, а может там бежала мышка, собака махнула хвостиком, все, привет. Я должен как-то свет поставить. Я не заморачиваюсь, я просто про это не заморачиваюсь в последнее время. Но видно, как видно, так и видно. Это тоже. звук должен быть, да, я должен всегда что-то говорить, особенно если меня несколько слушают, если много меня учеников слушают. Из моего опыта, не говоря о том, что надо перезагрузить компьютер, там может зависнуть все и без конца зависает. Это тоже вот эти проблемы, да. Это очень сложно. Это правильно, что ты говоришь, готовься здесь. Да, но это сложно-сложно. Даже чтобы вымыть доску, надо взять тряпочку, пойти помочить ее, помыть и вернуться. Для некоторых это сложно. Как я вот сообщаю, если вы берете инструмент и с ним уважительно относитесь, то все остальное работает на автомате, ну, после пятой тренировки. На автомате. Никакого сложного нет. Но надо один раз профессионально все подготовить. Юрий Николаевич, я вот вам скажу из своего опыта, да, как я репетитор, ну, как бы и сам репетитор, уроки веду, и иногда я пользуюсь услугами репетиторов через онлайн. Где-то, вот раньше это каждая третья, четвертая связь, это срыв по той или иной причине. Вот так, чтобы прошло все хорошо, это вот хорошее было три из четырех у меня. Либо это что-то, вот сейчас я вот я сейчас что сделал, я поставил два роутера, у меня, у меня два провайдера сейчас, и я могу, вот я разорвусь с одним, значит, подхвачу другого, ну там, с каким-то лагом, но сейчас это я сделал, да, потому что раньше это без конца, тут я вот на той неделе у меня, у меня просто свет выключается, у меня там включена прибор, не очень хорошая, у меня вырубает цвет оказалось это, здесь гораздо больше вот этих вот тонких мест, где может рваться, и это, кстати говоря, платформа, вот к вопросу о выборе платформы, мы там возвращаемся, это одна из, в общем, одни, один из критерий в платформе, что где-то платформа может лечить это все, а где-то она наоборот может добавить вот этой вот тонких мест, значит, Павел, смотри, я дальше хотел пару слов дать Евгению, да, тоже в плане знакомства, если с Павлом мы, я про себя скажу, я использовал DreamStady, и сейчас я тоже хочу, кстати говоря, вернуться, почему? Потому что меня там кое-что не устраивает в своей платформе, там через пару слайдов, а про Евгения, а про Евгения Кауфмана я не знаю ничего, вот это просто, ну, человек написал пару раз мне в Facebook, и мне интересно, вот давайте, да, то есть здесь Евгений, да, очень приятно, вы можете про себя и мне рассказать и всем остальным, да, как знакомство. Павел на Евгения, мы с ним подружились, пока тут говорили, извиняюсь, Евгений, это сейчас будет революция, коллеги, не уходите, сейчас будет нечто, пожалуйста, Евгений. Да, спасибо за за крючок, да, как вы говорите. Не, реально, ребята, коллеги, не уходите, сейчас будет бомба, я вас уверяю. Да, меня зовут Евгений Калков, я директор по развитию израильской компании The Life, мы один из лидеров американского рынка по SMB-сегменту Small Medium Business, Малый Средний Бизнес, да, это редкая аббревиатура, которая просто, по-моему, одинаково звучит. У нас, по сути, мы для Фейсбука создали лайв-стриминговый SMB-сегмент, то есть мы знаем всю команду директора Фейсбук-лайва, вот, мы, они сами облажались с этим, и, то есть мы пришли в этом отношении к ним на помощь, мы создали комьюнити, у нас, в нашем сегменте в мире, на самом-самое большое комьюнити, которое включает в себя бизнес, и которое стримит это для своих целей, какие задачи мы решаем вообще, для чего мы нужны, какую боль мы делаем, да, то есть если, мы сейчас говорим не столько, как про вебинары, а сколько, вот, как Дмитрий упомянул в начале, стриминг в социальной сети, да, когда ты можешь делать онлайн-просляцию на максимально широкий спектр аудитории, как бы не ограничиваясь точечными людьми, которых ты прислал по ссылке, да, можно я, Евгений, я можно секунду прерву, вот, из своего опыта просто, потому что я много сейчас стримлю и в фейсбук, и в твич пробовал, значит, здесь две возможности есть, и там вот слайд, но я его потом покажу, то есть первая возможность, вот мы показывали, да, во-первых, есть совсем простая возможность, когда вы включаете, скажем, фейсбук или твич, и просто он камеру вашу, и то, что вы говорите, выдает в эфир, туда, и фейсбук, вот так 95% работают вот так, стрим, ну, те видео, которые мы видим в фейсбуке, в том же, есть второй вариант, который Юрий Николаевич нам изложил, то есть он микширует все у себя на компьютере, выдает туда стрим, в ютуб, фейсбук, твич и тому подобное, есть третий вариант, который вот я использую, третий вариант, я использую вебинарный сервис, да, вот, и мне от вас это интересно, видимо, вывод тоже такой, я использую зум, сейчас большей частью, и, кстати, Павла, сервис я тоже использую, в Дримстадии это умеет давно, вот это вот когда было, пару лет, год, наверное, назад, да, то есть мы в Дримстадии делали уроки, и стримили туда в фейсбук, в ютуб, по крайней мере, вот, ну, так же нормально получалось, я использую зум, значит, почему я использую зум, потому что я математик, да, я там формулы пишу, у меня там вот, я на разных планшетах, там беру, там, несколькими юзерами подключаюсь, пишу, у меня микширует, я так понимаю, сервис, вебинарный, вебинарный этот сервис, и дальше это пережевывает, именуя меня, дает туда стрим, в фейсбук, скажем, да, или в твич, который сейчас, вот, мне особенно интересен, и вот, то есть три, вот, три таких варианта, да, это мы вот рассказываем, и может быть, я это для, вот, я знаю три варианта, может быть, больше их, да, а значит, вы говорите, Евгений, более, вот, про что, как бы, вот, я, извиняюсь, что прервал, да, более про что, да, то есть, это, как бы, похоже на зону, я объясню, в чем разница, и зачем вообще мы нужны, по сути, как бы, наш сервис позволяет делать профессиональную онлайн-трансляцию, вот, про что говорил там Юрий, чтобы было хорошее качество видео, звука, что мы позволяем делать, мы позволяем, чтобы это выглядело максимально похоже на его распор, да, чтобы это не была говорящая голова, про что вы говорили с фронтальной камерой телефона, как 95 стримов в Инстаграме, в Фейсбуке и в Ютубе, а чтобы это было похоже на трансляцию, есть возможность брендировать видео, ставить логотипы, так, лучше слышно? Есть возможность брендировать видео, ставить логотипы, ставить фирменные, ставить фирменные рамки, делать ток-шоу, подключать, там, до 10 зрителей одновременно выводиться на экраны и продюсировать, да, то есть, конечный зритель видит это, как будто бы Facebook Live разлятся, он не видит разницу, он вообще не понимает, это идет через BeLive, через там, OBS, Zoom и так далее, то есть, но он видит именно, все вот эти визуальные эффекты, которые влияют на увлеченных. Есть возможность в режиме реального времени создавать онлайн-голосование, спрашивать аудиторию прямо в моменте, что вы думаете, людей ускакивать по папу. Есть возможность, ну, как я говорил, делать там, что и нам дается подсказки, выводить информацию, выводить наиболее интересные комментарии на экран, тем не менее, тем самым, скажем, увеличивая значимость, объективность каких-то наиболее активных зрителей, вовлекая их в процесс. По сути, все инструменты, еще и слово, наша компания, это вовлеченность, да, ингейм, все инструменты направлены на то, чтобы повысить интерес, повысить вовлеченность. 70% наших клиентов пользуются режимом ток-шоу, вот то, как мы сегодня собрались, да, шопером, только зритель это видит не вот так вот, как мы четыре расположены, это может быть более динамично, говорить один, потом второй, один экран большой, два остальных пульса из маленьких, подключился пятый, кого убрали, ставили какую-то музыкальную заставку, тракт, тубиков, там что-то полетело, оформление тех. Евгений, чуть громче повышать, а то общественность волнуется, что мы плохо работаем с чатом. На 15%. На 15%. Евгений, и перфоратор громкость чуть повыше, а Евгений, перфоратор трое. Дима, микрофон с перфоратором. Вот, обычно слышно хорошо. Вот. Плохо работает с чатом. Хорошо, вот, то есть, по сути, наш сервис дает людям делать профессиональные стримы с возможностью делать ток-шоу, подключать разных пользователей, делать экраны, делать сплывающие подсказки, бегущие строки, обрабатывать комментарии, он синхронизирован с комментариями. Какое, чем это, например, удобнее и лучше, там, ОБС, лайтстрима и других вещей? Простотой. Так как мы выходили на американский рынок, то понятно, мы прекрасно понимали, что UI должен быть идеальным. Человек должен разобраться с сервисом за 15 минут полностью. И он с этим разбирается. Человек неподготовленный, когда он укрывает ОБС, у него одно желание закрыть ОБС. Вот. Те люди, которые с этим более-менее разобрались, понятно, как бы, плюс у нас есть, там, классная техническая поддержка на разных языках, 24 на тем. У нас есть комьюнити, которая, как бы, поддерживает, дает лайфхаки, отвечает на вопросы и прочее. Сейчас мы строим BeLife Академию, которая будет, ну, в более таком регулярном формате. Это будет наш пилотный такой. То есть мы еще сами не знаем, как это правильно делать. Мы будем тестировать это все дело. Вот. Поэтому наш продукт, вот он именно занял нишу в малом бизнесе, американском, для людей, которые, у которых уже появился контент, они понимают, что нужно этим делиться, они понимают, что лайф-контент это самый популярный вид контента в мире, потому что тот же Facebook и тот же ВКонтакте, обезьянящий за ним, промотирует лайф и тот же YouTube, и тот же Instagram, промотирует лайф, я уже не говорю про Twitch, промотирует лайф гораздо лучше любого другого вида контента. если кто-то из ваших друзей начинает лайф, вам придет уведомление об этом. Если этот же человек выложит фотографию, вам уведомление не придет. Да, то есть уже сегодня, уже сегодня в Twitch, чтобы вы понимали, прямых трансляций, была длина суммарных трансляций, это 6 миллиардов часов, это 700 тысяч лет в Twitch, да, то есть это видеостриминговый ресурс. Да, я думаю, что мы должны сказать, Евгений, извините, мы должны сказать, что такое Twitch, да, вот может быть даже вы лучше скажете, потому что я, я начал только пробовать, и там возможности действительно очень большие, они почему большие, да, потому что туда выходишь с чем-то, да, а вот инструмент действительно нужен, да, я-то в Zoom, ну как бы в Zoom, вот это вот, а вас я попробую тоже обязательно, но туда выходишь, да, с чем-то, и вас начинают смотреть. Значит, Twitch это как бы геймеры стримят свои игры, да, вот скажите пару слов, может быть ликбез там и для меня, и для зрителей. Twitch это, сегодня это принадлежит Амазону, это было куплено там за миллиард долларов года 4 назад платформа, сейчас это самая популярная в мире платформа с видео, лайк, видео контентом, он уже опережает все кабельные каналы Америки вместе взятые по количеству зрителей, смотрящих одновременные эфиры. Это начиналось все как стриминг киберспортивных игр, но буквально в прошлом году руководство Twitch приняло решение дифференцироваться на другие типы контента, потому что по двум причинам, потому что они захотели отжать эту аудиторию Facebook, ну и вторая причина, как бы эти кибер спортсмены, на самом деле, так, они тоже люди, у них есть тоже какие-то интересы, помимо того, чтобы рубиться в игры. Поэтому там начали появляться каналы со спортом, с музыкой, с красотой, личностным ростом, здоровьем, и там начали появляться люди, которые вообще никак не связаны с киберспортом. Как стримеры, так и зрители. И мы видим даже по своим клиентам, что достаточно активная масса людей эмигрируют с Facebook на Twitch. Почему? Потому что там концентрировано только лайф-контент. Вот Twitch огромная масса инструментов монетизации, отработанных на киберспорте, удобных, которых в Facebook нету, и которые, скорее всего, у них появятся, просто Facebook только-только, как бы он проиграл эту войну, да, и 18-й год для них это, не говоря уже про кембриджский конфликт, и отток в ноябре, в декабре большое количество массы людей, за счет того, что они поменяли алгоритмы, да, как бы для них, как бы, тяжелый год, и понятно, что они вот сейчас в этом отношении начинают, во-первых, они нас любят, потому что, очень сильно, потому что мы официальный медиапартнер, мы им, по сути, как бы, хотя бы вот эту тему подняли, и она у них есть, потому что люди, которые, ну, смотрят лайф, они находятся в официальной сети гораздо дольше. Поэтому Twitch как раз-таки там уже порядка 10% контента, это альтернативный контент, не кидрис. Да, я вот, я поддержу, вот даже я смотрю по себе и по людям, которые, в общем, от геймерства очень далеки, да, вот, то есть, они вообще никогда не играли, я вот, ну, я не играю в игры, и туда, а в Twitch, вот, насколько я понимаю, во-первых, там много народу, вот эти вот, в костях там геймеры, то есть, там и геймеры, и что туда заходит, хорошо, вот, я посмотрел, я математик, я начинаю туда стримить, там, свои, ну, как бы уроки, не уроки, но математик, ну, я задачи решаю, смотрю, какие-то люди приходят и смотрят, да, а там же вот эти гики, в основном, да, ну, кто стримеры, это вот геймеры, это, в общем-то, костяк гики, им интересно, там, вот, программирование какое-нибудь, и туда уже уходят уроки по программированию, даже не уроки, но садится какой-нибудь там человек вечером и начинает ходить, да, вот он начинает ходить, и туда транслирует, как он какие-то решает задачи, и набегает аудитория, смотрит, это все может, ему тут же донатить начинают, да, если он интересный, и мы сейчас, вот, вот я вам, и Евгения, и Павлу, об этом, но Евгению, наверное, задумываться нечего, потому что он про это думает, а думать, каким, какой вот должен быть интерфейс для не геймеров, там не, не вот, для вот таких вот обычных людей, а уже самые разные смотрят, я вам признаюсь, я вот, говорит Москва, да, я там картинку, и там была, кстати, вопрос про твич, сами вот эти ведущие, вот обсуждая, а вот если я пойду в твич, вот что там дальше будет, да, я туда дозванивался, и мы говорили вот ровно о твич, то есть самые вот эти вот пласты народа, те, кто делают трансляции, да, трансляции тематические, трансляции, вот сейчас мы сидим в рамках вот этих вебинарных платформ, вроде бы как-то вот эти вот вебинары проводим, пытаемся их продавать, но дальше, насколько я понимаю, вот развитие, один из векторов, который виден, вот я его вижу, я вот туда хочу туда пойти, это трансляция технических там уроков, или технических каких-то стримов, вот не то чтобы уроков таких вот лубочных, на бесконечную аудиторию, которая там сидит, вот она там уже сидит в твиче, это очень соблазнительно нам, здесь русским, туда войти, и поэтому задумывайтесь, как делать интерфейс такой, чтобы было удобно и нам, стримерам, и им смотреть. Слушайте, интерфейс им смотреть, об этом позаботился уже сам твич, как и сам фейсбук, да, то есть это как бы не наше дело, с этим все в порядке, интерфейс как это стримить, об этом уже позаботились мы, вот, и вы убедитесь, что проще нашего интерфейса, ну, из наших конкурентов нет никого, ну, как бы это правда, да, мы не конкурируем с, пока не конкурируем, там, тяжелыми штуками, типа, ну, с ОБС-ом ничего конкурирует, это бесплатный софт без поддержки, это надстройка, это неполноценное клиентерное приложение, да, то есть это больше для таких специалистов, и прочих, хотя я знаю, что многие с ОБС-ом пришли, как бы, на нас, ОБС позволяет делать мультисстрим, то, что, в принципе, в Фейсбуке запрещено их условиями использования, но ОБС-у наплевать, как бы, на то, нехорошо нарушать террорс-кондишин с Фейсбука, поэтому как-то так. Я не расслышал еще раз, что запрещено? Одновременно сделать стрим в Фейсбук и куда-либо еще, что, например, можно, например, в Фейсбук и одновременно, в Фейсбук и одновременно, там, ВКонтакте и в Ютуб. Да, я купил в Микс ради этой цели специально, думаю, я буду и в Ютуб конференцию транслировать, и в Фейсбук, и я погорел. В Фейсбук технически этого не может запретить. В Фейсбук этого технически не может запретить, да, то есть, технически это можно сделать. В Микс это запретил. Ну, вот, значит, понятно, что с этим борются. Есть украинский сервис Restream, который популярный достаточно, который позволяет это все миксировать, но, большому счету, что мы наблюдаем, да, то есть, если стрим, это как бы инструмент больше вглубь, ну, если говорить про Билайф, про то, про наших клиентов, как они получают от него пользу, то есть, это инструмент больше вглубь, в ширину, да, то есть, сам термин вовлеченности, вовлеченность, что такое вовлеченность? Это комментарии, просмотры, лайки, дизлайки, репосты, да, то есть, его легко очень померить, 4 фактора, по сути. Вот, мы замерили, мы замерили вовлеченность до того, как люди начали пользоваться Билайфом, и после вовлеченность увеличилась ровно в 3 раза. Там, в 3, 3 больше комментариев, в 2,8 лайков, в 2,7 больше просмотров. Вот, чем это обусловлено? Тем, что людям интереснее смотреть, тем, что есть ток-шоу, это не просто говорящая голова, подключаешь разных зрителей, экспертов, ведущие строки, какие-то интерфейсы, динамика, это все живо, это реально больше похоже на телевизор, да, то есть, то, что там Юрий говорил вначале, это реально больше похоже на телевизор. Те, у которых, которые делают это на более широкую аудиторию, более профессионально, понятно, они заморочились и светом, и микрофоном, и там, каким-то там брать в блеск с лица и прочими вещами. обычно наш клиент, это малый бизнес, как правило, это все начиналось с инфобизнеса, это консультанты, личностные росты, был бум криптовалюты, вообще у нас был, каждый рассказывал, как покупать биткоины, эфиры, все их слушали, там, то есть, это реально малый бизнес, консультанты, у которых есть какая-то аудитория, которая имеет что-то рассказать, как правило, дать какую-то ценность, вводную услугу, чтобы люди пришли на их основную услугу. Ну, и верально расширить аудиторию. То есть, наш показатель такой, что, если человек регулярно стримит, на средний клиент стримит раз в неделю, в одно и то же время, что к аудитория привыкла, через какое-то количество времени, в среднем, от 3 до 5, у него вовлеченность увеличивается в 3 раза, и охват увеличивается в 2 раза. У кого-то это в 10, у кого-то меньше, я говорю про среднее обучение. У нас есть ребята, которые делают в Facebook и радио, у них там по 500-700 человек. И плюс, вот вебинара, про то, что Дима, ой, стрима, про то, что Дима говорил, нет ограничения на количество одновременных пользователей. То есть, тебя может смотреть. У нас вот есть ребята с Британии, Vegan Wearers, это панк-клуб чемпиона по регби английского, Vegan Wearers команда. У них там бывает и там по 700-800 тысяч людей одновременно стрим смотрят. То есть, как бы, все держат, как бы, все, да, то есть, по сути, по сути, BeLive заменяет вот весь вот этот вот блок, да, кроме зрителей и стрим-диоза. То есть, на сегодняшний момент в рамках стримингового сервиса в BeLive выступает либо Facebook, либо Twitch, да, ну, вы выбираете, куда стримить. Сейчас мы приняли недавно решение выходить на русскоязычный рынок, так как я не русский, но я русскоязычный, один из там руководителей команды, я вот недавно предложил, давайте следуем брать по русскоязычный рынок, мне просто общаться, я говорю по-русски, я как бы, у меня там есть какие-то друзья, знакомые, еще что-то, как бы, мы там на нем команду сделаем исследование, мы выступаем на конференциях, посмотрим отклик, потому что для нас важны страны, в которых большое количество людей говорят на одном языке. Ну, и вы поняли, что да, в России к этому есть интерес, да, рынок как бы не может... Да, да, Евгений, действительно, я вас прерву, у нас, наверное, хронометраж, там уже час прошел, значит, вот я хочу какие-то итоги, да, подвести, спасибо, да, Евгений, да, что вы рассказали, и Павел, и Юрий Николаевич, и я что хочу, вот вывод, да, какой из вот этой нашей встречи, что мы плавно перешли от... Это не нарочно сделано, да, ну, не то, что я про это думал, да, про стримы говорить, но мы большую часть времени, да, перешли к стримам, и говорим мы, собственно, о не выборе вот вебинарной платформы, как таковой, да, вот для таких встреч, как сейчас, а выборе технологии уже немножко другой, технологии стриминга, то есть мы, когда переходим от вот этой классической, немного набившей оскомину вебинарной, вот этой активности, к стримам на соцсети, на бесконечное множество пользователей, да, и здесь и Павел, и Евгений, и Юрий Николаевич в особенности, да, яркие примеры, вот как это делается, что из этого получается. Я сейчас к презентации, да, призываю, значит, посмотреть, да, на картинку, и, видимо, здесь и Павел, и Евгений, они, собственно говоря, и, насколько я понял, вот какое-то такое решение и предлагают, то есть, удобное решение, которое умеет организовать вот этот стрим. И здесь проблема какая со стримом? Просто стримить с камеры, или там экран, можно стримить и в Фейсбуке, и в Твиче, этого мало, нужно микширование, там вот, у нас четверых уже не так просто, да, стримить. Нужны средства для микширования вот этих вот участников, нужны средства для того, чтобы это все смешировать, там, может быть, или с презентацией, или с какими-то видеороликами, да, как в случае Юрия Николаевича, конференции, предзаписанными, преддокладами, или же там геймерские, там клики и тому подобное, или же мои формулы. Вот это вот, мне кажется, это даже не будущее, вот оно уже настоящее, оно пришло, и там, в общем-то, насколько я понимаю, лежат и деньги, вот в этой вот области, в области и Твиче, в области трансляции, которые действительно новые возможности открывают. Наверное, мы сейчас можем, да, как бы спасибо сказать, и понемножку, да, это вот иллюстрация примерно интерфейса, это Ютуба просто, да, как вот, типа того, как мы организуем стрим, здесь я хочу сказать в заключении, да, вот этот вот, как бы опрос, не опрос, я просил, и кое-что выписал, что наши участники сказали, чего им не хватает. Вот чего мне, вот сейчас вы видите картинку DreamStady, да, картинку интерфейса DreamStady, вот чего мне сейчас не хватает, да, в Zoom, которым я пользуюсь, вот для, в основном, стримов для вебинаров, мне не хватает, во-первых, вот этой вот бизнес-составляющей, возможности продавать, да, мне интеграцию, либо именно самому настраивать интеграцию, либо мне надо что-то такое выдумывать. Некоторые платформы, вот в частности, DreamStady, что мне нравится? Мне нравится то, что вот эти вебинары, стримы можно обернуть в курс и этот курс как бы продать. Вот это мало где есть, я здесь хочу, там, наверное, я попробую еще раз DreamStady вот в этом направлении двигаться. То есть, имеется возможность объединить и методически, и объединить как бы, вот как продукт создать из, собственно говоря, курса, ведь вебинар это один из элементов обучения, если мы говорим об обучении, да, один из, один из кирпичиков, как человек учится. Встреча с преподавателем, может быть, она как бы основная где-то, да, где-то этот, там, венец обучения, да, встреча с преподавателем, тем более, там, какой-то вот известный есть личность, да, там, который, но в основном люди, там, 100 человек, вот эти курсы, да, возьмем, они выполняют какие-то задания, они проходят курсы без вот этой вот активности с преподавателем. Но с другой стороны, эту активность надо встроить в этот курс. Вот DreamStady, это, насколько я понимаю, позволяет, и мне тоже бы это, вот этого не достает. И чего мне еще не достает, вот мой ответ, да, на вопрос, а отвечали другие, значит, не достают, что не все спикеры видны сразу, нельзя в МП4, там, видео проиграть, вот я не все, да, зачитываю, но в принципе, вот эти вот, и мой тоже, кстати говоря, в основном, не достает, на самом-то деле, умение пользования платформами, потому что вот эти вот все хотелки, они где-то решаются вопросами, тем, что надо, ну, просто получше разобраться, да, если получше начинаешь разбираться, там, в общем-то, фичей достаточно много, чтобы вот эти вот все решить вещи, мне не достает самого, самому, да, специальных каких-то средств, я не знаю каких, вот самому мне сложно сформулировать, но мне не достает каких-то средств, которые бы из вебинара, вот проведенного, да, ну, занятия по математике, которые бы сама делала, ну, какие-то фрагменты курсов, да, вот в этом направлении тоже, как бы, мне кажется, стоило думать разработчикам. Наверное, вот, смотрите, все, у нас время, как бы, час прошел, если кто-то хочет еще из наших спикеров подвести итог, вот, Юрий Николаевич, я думаю, вы лучше подведете итог нашей встречи, чем я, поскольку, давайте, скажите пару слов, только звук включите, микрофон. слышно меня? Да, сейчас слышно, да, ну, или там, вот, мы давайте, от себя бы, сказал бы мой итог, вот, я сегодня открыл Кауфмана Евгения Олеговича, ведь, на что он обратил внимание, я хочу еще раз сконцентрировать, геймеры используют такие методы вовлеченности в ходе вещания, в ходе стриминга, как, те же продажи, вот там, они создают эти вкладочки, кто купил, кто самый, там, даже можно делать по покупке, прямо в ходе вебинара, это высвечивается, это заводит, кто сколько пожертвовал этих пряников, как называется по-английски, ну, донатые, там можно и пожертвовать, и купить можно, вот жертвовать как-то мы, да, вот если купить бы можно было, на заводе, дальше комментарии в соцсетях пишут, они там выскакивают еще так цветами, красиво, на полупозрачном фоне, это тоже элемент вовлеченности, плюс вот этот CNN-овский формат, два человечка с красивыми подписями, все это движется, и там, может быть, таких спикеров несколько, то, что сейчас успел заметить, но единственный минус у Евгения, не то, что минус, это справедливая цена, надо за это платить, надо за это платить, ОБС бесплатен, и вот что здесь выгоднее, кому, это сложный вопрос, я не знаю, но вот спасибо за открытие, спасибо Дмитрий, что привел сюда Евгения, а вот у Павла, я все-таки скажу, у него, на мой взгляд, самое целостное решение, и вебинары, и курсы, и социализация, и тестирование, и ЛМС, и база данных, и рассылки, и напоминалки, и продажи вебинаров, в том числе платных, что еще, и глаза видно участников, я не знаю, на сегодняшний день, более идеальные платформы, ну, вот, кроме донатов, у него еще нет, где можно делать подарки какие-то, может быть, это и не надо, но вот у Павла, надо, надо, это надо, надо, это как раз надо, вот, вот, чем твич хорош, там же начинают люди сразу кидать денег туда, как мы можем заработать, вот мы, тряпники, спасибо, я очень рад, кстати, вот самое дорогое, напоследок, в экономике, сегодня экономика, живого общения, экономика внимания, вот видите, живое общение, совершенно другое, чем крутить слайд, спасибо спасибо всем да наверное мы можем завершить я в завершении там себя не то чтобы прорекламирую а скажу еще раз значит вот на моем и сайте не репетитору в принципе вот эти вот технические как бы ликбез по поводу стримов и вот этих стримов вебинаров до сравнения и описание технологии вы зайдете на мой блог и можете почитать вот а дальше мы я думаю вот из здесь собравшихся я и dream стадии еще раз попробую евгений мне тоже интересные руки не дошли попробовать но я думаю что дойдут всем спасибо за то что согласились поучаствовать до пригласили выступить друзья всем спасибо я с удовольствием всех послушал коллеги я был здесь знаком и у меня в директ академии были практически все здесь кроме евгения и я вот прямо сейчас евгения приглашаю в какой-нибудь день провести вебинар у нас если ему будет интересно я с удовольствием его приглашу как нашего спикера на полный вебинар а все остальные уже были не потому что я выбираю именно выделил именно его просто всех остальных я уже у нас слышал и с удовольствием констатирую что они были а вот евгений а сегодня послушал первый раз меня это заинтересовало и вот вот приглашаю короче говоря да я я я вам послал запрос в фейсбуке так что можем поговорить прямо там коллеги всем спасибо огромное надеюсь нашим слушателям было интересно несмотря на то что у нас вебинар состоял из отдельных частей он получился достаточно полезным и хотя так и не ответил на вопрос какую же выбрать платформу совершенно справедливо выбрать не так сложно не так просто и видимо у каждого из специалистов есть своя точка зрения на на этот вопрос более того да я специально не вмешивался в обсуждение меня было что сказать но меня в директ академии так слишком много чтобы еще участвовать в качестве спикера вот в таком вот вебинаре хотел сказать что конечно разные подходы могут быть у слушателей вебинаров у спикеров вебинаров и у организаторов вебинаров что важно для одних для других другие могут просто не знать об этом что это важно вот частности целый пласт проблем у организаторов которых нету спикеров и тем более нет у участников вот ну я вкратце об этом написал все давайте друзья будем завершать наш вебинар спасибо всем рад что вы пришли а нашим спикером прошу прощения до всех спикеров я благодарю тем кто пришел спасибо что слушали задавали вопросы и напоминаю что директ академия это вебинар каждый день приходите к нам будет интересно встретимся с кем-то может быть уже завтра до новых встреч что Продолжение следует...